Это ярмарка вакансий «Расширенная». В ней принимают участие более 50 организаций и предприятий. На первом этаже расположились сотрудники службы занятости. Здесь каждый желающий может получить консультацию. На втором этаже сотрудники кадровых служб. Работу зареченцам готовы предложить как уже известные в нашем городе организации предприятий, так и начинающие свою деятельность фирмы. Парикмахерская Алиса Черненкова открылась три года назад. Тогда за помощью в организации бизнеса она обратилась в Центр занятости населения. Федеральная программа с помощью Центра занятости она нам помогла. Дали деньги на открытие своего дела. Коллектив, в общем-то, по большому счету был подобран. До сих пор он весь работает, весь персонал. Сейчас, говорит предприниматель, пришло время расширяться. На ярмарке вакансий владелица парикмахерской подбирает новых сотрудников. Ищут желающих служить по контракту и кадровики войсковой части 3473. Они готовы провести собеседование с кандидатом удаленно в режиме видеоконференции. Это очень удобно даже. То есть не надо в области куда-то ехать. Мы с областями уже друг друга живую видим и общаемся. Более 300 человек в прошлом году мы набрали. Сколько из них отсюда, может быть, тоже десятками можно считать. И в этом году тоже более 100 человек у нас уже принято. Нехватку кадров ощущают многие предприятия и организации города. Наиболее востребованы сегодня медицинские работники, повара, швеи, технологи, представители рабочих профессий. Кто-то из пришедших на ярмарку искал вакансии по конкретным специальностям. Кто-то просто знакомился с рынком труда в Заречном. Я просто вот для себя пришла что-то посмотреть, что-то подыскать. А вообще вот конкретно я пока еще нет. Я только как бы в поисках. Хотела искать работу по своей специализации, специальности, которую я оканчиваю. Вот нашла там пару предприятий, оставила уже свое резюме. Я специалист отдела технического контроля искала. Всего, по словам специалистов, ярмарку вакансии посетили более 500 человек. Возможно, кто-то из них уже в ближайшее время сменит статус безработного на статус сотрудника какого-либо предприятия или организации. Ирина Герасимова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».